Не понял, это что за рукоделие? Кэп, ну, ты же сам понимаешь, времена такие, как бы, ничем не брезгуем. Деньги на донат нужны. Вот, открыл свое небольшое дело. Деревянными членами торгую. Да ты че, братишка, не нужна эта шишка? По ссылке проходишь, все нужное находишь. Броня-авангард и могучие пушки. Полетят мозголомой, как с напильника стружки. И с таким набором на дип точно пойдет. Хе-хе, бой! Билдосик подождет! Неужели разработчики опять добавили в Warface фризы? Есть такое, капитан, очевидность. Мало того, что фризы, так еще и фпс прямо просел пароль меньше 60. Ностальгия, как в былые времена на калькуляторах. Да! Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Аркутагин, капитан очевидность. И... Конечно же, игра года. Игра десятилетия. Игра века Warface. Горячие, как хорошие пирожки, новости с ПТС Warface. Собственно говоря, не такие уж и новости, потому что я там уже поиграл. И не только я. Но я думаю, что и некоторые из вас. Однако я выждал несколько дней, проанализировал всю доступную информацию, а также наблюдения коллег, кибершпротов и обычных игроков. И на основе вот этого всего сделал некоторые выводы. Нокдаун вернули? Нет. И слава богу. Вот нокдаун, это, пожалуй, самое хорошее, что в этой обнове есть. И это вообще самое хорошее, что случалось с Warface за последние пару лет. Да, я искренне так считаю. Некоторые говорят, что типа, ой, ну и так там слопа унизили, надо ещё и нокдаун отобрать. Нет, как бы, снайпер, я бы не сказал, что сейчас особо униженный. Ему можно немножко апнуть сами болтовки. Но, когда говорят, что типа, вот, теперь Кракен не ваншотит. Дорогие мои, у меня Скорпион есть, например, который тоже не ваншотит. У меня есть Крис Супер ВКастом, и он тоже не ваншотит. Это вообще, в принципе, сегодня не оружие. Я же не кричу, верните Крису ваншот в голову, или дайте, когда я попадаю противнику в голову, нокдаун. Так что вот эти все разговоры про то, что снайперу нельзя отнимать нокдаун, мне кажется, они, в принципе, несостоятельны. Каждый класс думает за себя, тут базар у ноль. При этом, надо отметить, я думаю за всех. В принципе, я человек, который играет в основном либо инженером, либо медиком, но я, например, считаю, что эти классы, точнее, один из них сейчас весьма имбол. Так что прошу не перетягивать одеяло на себя. И, наверное, всё-таки надо спросить всех игроков Warface, а тут сомнений просто нет. Я думаю, что абсолютное большинство игроков Warface скажет, что нокдаун – это полное дерьмище. И вырезать его из игры, в принципе, надо было очень и очень давно. Я надеюсь, с этой темой закончили. И, как бы, я думаю, что скоро люди будут только радоваться. В большинстве своём. Да и снайперы тоже, потому что у них теперь есть болтовки и полуавтоматы, которые ваншотят куда угодно, как угодно, в любых ситуациях. И, в принципе, о нокдауне они не думают. А бег сбалансировали? По бегу, Кэп, ты знаешь, печаль беда. Да, разработчики почему-то не прислушались к нашему фидбэку. У нас штурмовик имеет ускорение в 9%, снайпер в 6%, а вот почему-то инженер в 12%, а медик в 16%. Да-да, я тот самый человек, который говорил, что медик должен бегать чуть-чуть быстрее, чем другие классы, потому что, если, если я подчёркиваю, будет баланс классов, и медик будет действительно актуален, в основном силён на своих ближних, то ему тогда надо дистанцию срывать. Соответственно, он должен бегать чуть-чуть быстрее. Чуть-чуть, дорогие мои, это процента 2, ну максимум 3. У нас ситуация совершенно другая получается. У нас мало того, что медик как жарил, так и жарит на средних дистанциях, так ещё ускорение бега имеет в 16%. Вахуй просто. А здесь вы можете видеть картину, что медик делает в современном Варфейсе с другими классами. Не, ну правда. Допожу до сведения разработчиков. Кто у нас основной атакующий класс, который должен заходить и открывать пленты? Это что, мавик? Кто у нас основной класс, пожалуй, опорник, который может взять под контроль какую-то точку, или может взять целый плент на себя, чтобы, если что, дать минус, дать инфу своим тиммейтам, чтобы они прибежали, он пока где-нибудь там засейвится за стеночкой? Конечно, это снайпер. Теперь у нас штурмовик бегает, ну, быстрее разве что снайпера, который вообще будет где-то там на задворках команды тащиться. И это при том, что он должен первый, по сути, прибегать на плент. Сказка просто. То же самое касается часто соло-опорника, либо опорника с медиком, снайпера, который должен хотя бы немного быстрее команды противника прибыть на плент и, собственно говоря, ждать этих противников, их потенциального захода. Но мне кажется, что на некоторых картах и на некоторых участках, на некоторых плентах эта черепаха пока добежит до плента, его там уже будут ждать полностью вся команда, все стволы на ту точку, откуда сейчас должен прибежать снайпер. Я, конечно, утрирую, но, в принципе, логика именно такая, поверьте мне. Поэтому предлагаю сделать просто, чтобы не париться, чтобы ничего не придумывать, не извращаться. Давайте сделаем по-простому, по-нормальному для людей. Не придется прямо вот все ломать, весь баланс, все страты, все тактики, все. Просто доступно, элегантно и работает. Медику даем, скажем, процентов 14 темпа бега. Всем остальным даем 11-12. Будет идеально. Все будут довольны. Все замечательно. Баланс сохранен по скорости. На пленты нормально можно прибегать. Опорник будет успевать. Штурмы будут открывать. Никакой жопы происходить не будет. Я понимаю, что, дорогие Алоды, вы всю жизнь создавали Алодов. Ну, то есть, вы создавали там ММО-РПГ и так далее, и просто РПГшки. Нет, у них, конечно, был один шутер. Но это тот случай, когда лучше не вспоминать. Но Warface не РПГшка. Это даже не Overwatch. Это не моба-шутер. Эта игра, скорее, гибрид в плане именно классов. Что-то между Call of Duty и Battlefield. Но это прежде всего шутер. Здесь каждый класс должен убивать. Здесь классы плюс-минус, за редким исключением, должны одинаково быстро бегать. Потому что основной соревновательный режим здесь подрыв. И вот то, как вы себе представляете, что есть, типа, штурмовик, он такой танк, он такой, понимаете, весь бронированный, но он медленный. И такой же снайпер, такая турель, знаете, ползёт. Но при этом есть такой тонкий какой-нибудь саппорт-медик, который зато быстро бегает и лечит. И инженер такой, знаете, ассасин тоже, ему надо подбежать быстро. Это так не работает. Это не РПГ, ещё раз повторяюсь. Это даже не Overwatch и даже не Valorant. Это, скажем так, пьюр, классикал. Милитари-шутер, немного скрещенный с Battlefield'ом и немного смещенный с Counter-Strike'ом по механикам ваншота. Всё. Все эти танцы с бубном и превращение Warface'а в РПГ с чётким разделением по классам, с дамейдж-дилерами, танками, хиллерами, какими-то ещё саппортами. Не знаю, ну можно вообще некроманта сделать, но мне кажется, это лишнее. Поэтому либо сделайте вообще все классы одинаковые по скорости, либо медика на, там, 2% ускорки. Всё. Больше ничего не надо придумывать, в космос не надо лететь и шаманов вызывать не надо. Всё будет нормально. Людям понравится. А как, братюня, тебе теперь баланс классов? Баланс классов. Баланс классов, блин, Кэп, я не знаю, пока сложно оценить. На ПТС я, конечно, мясо, как вы видите, гонял, но могу сказать, что поставленные цели не достигнуты. Кроме всего прочего, имеется одна странность такая, знаете, приличная. Разработчики, вы вроде как некоторые пушки апали на ПТС, например, помни, на Супер ПТС. И у Грота был урон 90. Вопрос, а почему у него урон 87 опять? Не, ну вам, конечно, виднее, но просто как-то странно. Вроде ничего не предвещало беды, а вы эту тему откатили. Впрочем, пофиг. Всё равно очень всё глубоко. Во-первых, медик, которого вроде как нерфанули, но при этом усилили на ближней дистанции. И вы знаете, вот по части усилить на ближней дистанции получилось. Бинелька сносит на ура просто. Так же, как и ТАК-13. А вот по части нерфануть на средней дистанции вообще нифига не получилось, могу я вам сказать. Темп 190 Бинели и даже пофигшенная, там, увеличенное количество дробинок, там, сниженный урон, там, минималки, всё прочее. Нифига это так не работает. Бинелька как сносила на дистанциях явно не медицинских, так и сносит. Прямо на видео видите. Хотя, впрочем, баланс Варфейса, оно всегда примерно так и было. Инженер с Саром, вы знаете, ну вот, наверное, инженер плюс-минус как-то был перебаланс... Причём именно перебалансирован, а не фиксанут, там, не порезан именно, да? Он был перебалансирован правильно. На средних дальних в тело он пилит уже прям откровенно чувствуется слабо. Иногда даже как горохом. Правда, голову, кстати, тоже прекрасно сносит вообще на изи. А вот на ближней, наверное, даже сильнее стал. Но сказать, что, знаете, вот прям кардинально как-то геймплей за инженера изменился. И, типа, на большие дистанции выходить не стоит. Я бы не сказал, не знаю, Сар прекрасно в моих руках сносил на огромных дистанциях на мотеле. Главное в голову попадать. То есть, понимаете, кто-то скажет, ну, типа, он не ваншотит. Да, не ваншотит, но с его темпом там две пули просто залетают только так, кочерыжку, как нефиг делать. Прямо в бубен, прямо в чан. Но тут, наверное, всё-таки я не буду придираться. Инженер плюс-минус как-то вот, ну, наверное, хоть как-то сбалансировался. Это да, спорить не буду. Но при этом есть другая жопа. Инженер-то сбалансировался, но просел штурмовик. Несмотря на то, что разработчики всё-таки учитывали наш фидбэк прошлый, они там немножко всё перебалансировали, но пушки, кроме того, что сейчас в мете, они, ну, сильно просели старые. Многие вообще просто в голову не ваншотят. Но более того, метовое оружие типа Шурфайра, вы знаете, дальше каких-то вот таких средних дистанций, прямо тоже чувствуется, начинает существенно проседать. И тут самая большая проблема даже не то, что это, как бы, оружие метовое, то, что, как бы, люди выбили. Проблема даже в другом, ещё более глубоком. У нас вообще, получается, класс Штурмовик начинает проседать. Потому что на средних плюс-минус ещё хорошо пилит инженер, а на дальних, а на дальних тоже, получается, в принципе, Штурмовик существенного преимущества над инженером, наверное, иметь не будет. Поэтому, как и всегда, у нас один из двух стрелковых классов с автоматическим оружием начинает быть аутсайдером. И лично по моей версии, хотя многие играют инженер, я считаю, что аутсайдером как раз больше становится Штурмовик. Кроме одного варианта. Если он берёт Имбелл или Армс, вот тогда да, тогда он прямо будет божить. И тогда, пожалуй, действительно, может быть, придётся подвинуться инженеру. Но тут опять проблема, ведь это совершенно другой геймплей. Вот эти пушки Армс и Имбелл, это вообще не штурмовое родное геймплей, это какие-то автоматические снайперские винтовки, и удовольствия с ними играть нет. То есть, фактически, так или иначе, мы приходим к выводу, что у нас опять убит Штурмовик. Ибо со своим родным классическим классовым оружием, пожалуй, против инженера очень часто он будет смотреться блекло. А если использовать то оружие, с которым он просто вырезать будет всё живое, то, как бы, это, знаете, это как сет. Им можно нагибать, но вот удовольствия просто ноль. Что явно не пойдёт игре на пользу. Рокутагин, а чё там по Молотову? Да, вот. Молотов, Молотов нормально сделали. Прямо, фу. Вот, прям, пока что вопросов нет. Это, конечно, надо тестировать на РМах, на подрывах, вообще, на лайвсервере, но пока мне реально нравится. К Молотову вообще претензий нет. Дамажить стало сильнее, но не так, что прям моментально сжигает, но прилично, как бы, да, так, помощнее стал Молотов. И при этом время горения, ну, я брал телефон, там, таймер включал, сократили до 4 секунд. Было 7. В принципе, гад Нателло. И каков твой финальный вердикт по обнове? Честно говоря, Капитан Очевидность, я думаю, что это вообще не обнова. Да, друзья, я не могу назвать это, в принципе, обновлением, тем более нормальным обновлением. Вы спросите, почему? По той простой причине, что этот билд ПТСа на основу ставить нельзя. И даже не из-за какого-то баланса, там, брони, оружия и так далее. Билд попросту в хламину убит по производительности. Мало того, что на новых картах низкий FPS, вы скажете, да пофиг, кто эти карты будет играть. Ну, может быть и так, не спорю. Но проблема в другом. На старых картах, классических, там, какой-нибудь приигры, там, да всё что угодно, вот где бы ты ни играл, там тоже FPS почти два раза просел. Как это работает, абсолютно непонятно. При этом в режиме спектатора FPS, как бы, держится стабильным, хорошим. С чем связано, не ясно. Вроде как разработчики вначале говорили, что проблемы с FPS были типа из-за молотова. Потом они эту проблему пофиксили, всё отлично. Но, как бы, ничего не изменилось. Молотов пофиксили, проблема от молотова исчезла, но в целом FPS не стал выше. Он как проседал, так и проседает. На новых как-то так вообще там, да, не знаю, 60, может, 50 с лишним FPS. Плюс к этому старые, благо всеми забытые, но вот воскресшие фризы. Что, опять же, очень прямо вот 100% игре на пользу не пойдёт. Поэтому мой фидбэк в целом включает в себя следующее. Проблему с FPS и фризами однозначно надо решать. Это прямо, это вот прямо мастхэп. Ускорение бега. Разработчики, если вы не знаете, что с этим делать, просьба, как в поговорке. Не делайте ничего, просто дайте всем одинаковый темп бега до ускорения. И этого будет достаточно. Люди это примут вполне нормально. Процентов 10, 11, 12 и хватит. Уже сойдёт. Над штурмовыми винтовками, особенно старыми, я бы всё-таки поработал. И вот текущую мету как-то довёл до ума, чтобы она, как сейчас в Авангард, убивала там практически через всю карту тот же Шурфайер. Ну, как бы, это нужно для сохранения, в принципе, класса штурмовик. Что касается Бинели, Така и Сара. Сар меня устроил в том виде, в каком он сейчас на ПТС. Ну, а Бинели и Таку, пожалуй, чтобы, как говорится, никого глобально не обижать, но при этом всё-таки медика привести к своей дистанции, я бы, наверное, ещё порезал по темпу стрельбы. Да, даже не по урону, а по темпу. Вот чтобы, там, знаете, не отнимать ни ваншот, а на ближние и так далее, я бы сделал меньше трёх выстрелов в секунду, там, не знаю, темп 170, допустим, или 160. Попробовать как вариант. Мне кажется, при таком раскладе медик бы уже так нагло на штурмовиков однозначно не лез. И сейчас, как всегда, я должен сказать, что Warface будет вновь великим, но... Ну, нахрен оно надо? Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!